ребята всем доброго утра приехал я с рейса отдохнул два дня эти два дня были очень продуктивными переделал кучу дел съездил на базу отвез документы на маленькой машине съездил на большой не поехал потому что она чистая все исправно все хорошо не стал я гнать выгружался возле дома не стала гать машину на другой конец города андрею на почту пришла куча куча подарков там у меня пакет с рутболом лежит запиской мы прочитаем это плюс кто-то прислал мне какие-то бумажные деньги иностранные так как я коплю я потом покажу на панели разложу какие у меня есть огромное спасибо тоже прочитаем это все забрал я ручки ребята подписчик прислал ручки с надписью колян 86 они тоже запечатаны там тоже письмо обязательно тоже прочитаем ручки эти будем раздавать я вообще не сторонник этого всего потому что я не считаю себя каким-то блогером то что вот я там делаю освежители или ручки вот возьмите нет я понимаю да со стороны наверное ребят которые подходят что-то нужно там какую-то частичку но я как-то не привыкший к этому я не считаю себя блогером каким-то ну да поздоровались пообщались там сфоткались и для меня это даже дико думаю зачем вы со мной сфоткаетесь я водила простой водила вот все это покажу взял не замерзайку но пока его наливать не будем пока у нас плюсовая пока везде пока 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 везде но где-то если будет приближаться минус посмотрим разбавим хотя бы напополам уже бачки и подготовим 4 бутылки мне не замерзайки что еще взял я тёплую куртку все вещи все перестирал постельная у меня еще даже не застелена вот я без постельного на загрузке застелю что еще сделал я ребята утренители чтобы не открывать бок при загрузке верхней профильная труба от борта до борта либо как я вез на москву дом который к стенкам вплотную удлинители полтора метровые то есть на конце крючок на другом конце петля то есть чтобы их заранее продернуть зацепить с другой стороны ремень меня загрузили и я сверху мог трещоткой это все закрепить во первых не нужно открывать бог а впереди у нас зима впереди у нас снег лед грязь дождь и все вот такое когда ты загружаешься понимаешь что тебе нужно всю эту все это закрепить к полу куда между собой закрепляешь коники и нужно притянуть полу ты отъезжаешь сторонку открываешь бог притягиваешь полу так как у меня все дырки идут с боков на кроне а внутри нет петель вот трещотка выпирает касается тенда тенда или тента тента на ветру вот так вот может его порвать то есть нелогично плюс он торчит все эти трещотки вот сделал я ребята 8 удлинителей вчера заезжал к автобусу пропускает хорошо 8 удлинителей у меня 10 ремней основных которые мощные 3 ремня прокладываю по полу чтобы стянуть все что мне загрузили между собой чтобы было одно целом 3 ремня у меня стянуть конники между собой чтобы они не разъехались там после первой веры после 2 веры и 4 ремня у меня будет притянуть к полу то есть четыре удлинителя я сделал себе и 4 сделал мишки у него такой же прицеп крона где-то с ним увидимся я ему передам все это удовольствие стоило 3 500 по полтора метра их тоже покажу они у меня на спалке да не чистые в пакетике пока не не пользованы еще что еще мы сделали карточку тахографа забрал карта новая ребята тахографа то той подошел срок и все рейс домой был такой в темпе я грузился в шереметьево там снимать было нельзя то есть по шапке могли надавать и выгружался в порту то есть получилось да и такой срок у меня был я выехал в районе 7 вечера шереметьево в четырех часовой пробки отстоял до стоянки поспал и 6 часов даже чуть меньше и утром без остановки ехал в порт чтобы успеть выгрузиться да это было было суббота по моему отдохнул воскресенье понедельник и выдвинулся в рейс сейчас ребята мы едем в город я забыл кингисеп не знаю чем будем грузиться а написано колесными дисками и везем в москву видно и с москвы уже ребята будет видно куда мы поедем до плюс перед тем как ехать домой ребята я работал на перемещение я по-моему там сказал что-то я там начало снял и потом уже через четыре дня я ребята спустя четыре дня я выезжаю то есть там ничего такого не было тоже постоянно с бумагами ездили туда сюда сейчас мешание там работает возможно мы с москвы снова поедем на перемещение вот всем доброго утра еще раз сейчас приедем посмотрим как загрузка если быстро то поедем нам нужно до 120 трассы до бетонки и на москву сегодня тоже такой в темпе день если же будет время покажем все подарки прочитаем и поедем дальше поехали ребята всем доброго вечера стоянка скорость 141 километр сегодня ребята у нас день режим нон-стоп загрузился быстро ходом 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 завтра потому что надо быть видном погружаться сегодня получилось 800 километров с учетом загрузки заезжаем на стоянку времени 8 обычно я заезжаю чуть раньше вот у нас здесь пробка с машин на стоянку на надеюсь что места будут хотя их может и не быть пойдем возьмем курочку по-тайски шашлыка на завтра выключен свет зачем-то на себя поворачиваешь и будем завтра ребята по 107 пробираться видны и посмотрим куда нас отправят дальше ты же всем огромное спасибо за просмотр пока пока ребята всем доброго утра стоянка скорость времени 6 утра на улице 2 градуса мы едем видно и ребята это та сторона москвы по отношению к ленинградке положил я по 107 у нас кусочек бесплатного цкада затем львовский переезд и сейчас нам нужно успеть проехать клин и солнечногорск без каких-то грандиозных пробок потому что там ребята все в ремонтах у нас и стрелка мы под стрелку выйдем что хочу сказать выспался наелся вчера все хорошо поехали потихоньку поехали там уже на месте пообедаем до 4 часа ребята ехать конечно очень много пускаем здесь у нас полоса разгона но еще увеличится время потому что утром всем доброго утра погнали соскучился два дня отдохнула так соскучился по рулю у нас ребята уже светло времени 7 все в и не зима не за горами клин прошли легко солнечногорск я думаю тоже пойдем хорошо и уходим на 107 плюс 1 градус ребята я уже на выгрузке колесный какой-то рай или мир как он там называется ко мне подъехал подписчик алексей мы с ним поболтали и я такой вспомнил я бы слушал у меня же есть ручки которые мне тоже подарил подписчик но я даже не знаю как его зовут потому что я еще не открывал времени было в общем я открыл подарил одну ручку вот такие ребята ручки но они качественные с надписью на м скалгу это не я делал то есть это мне подарили то есть а получается передариваю такие вот ручки так вот нажимаются толстый стержень хорошие сейчас мы с вами посмотрим от кого это целая куча ручек ребята целая куча ручек и остальные подарки посмотрим я сначала как приехал ребята помыл лобовое стекло сфере также зеркала все помыл сегодня солнце прям вообще капец окна помыл также и там приборку руль пол все 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 короче прибрал и потом уже что тут спокойно там все протер за стеклами то есть у меня там все чисто здесь эти тут все прибрал вот давай посмотрим несколько листочков тут у нас так это сейчас упадет надо сразу ведро убрать чтобы она у нас на пол не упала вот так номер телефона есть номер телефона сейчас ребята его закрою и чтобы мы не спалили его так привет коля эти ручки тебе красивый почерк тебе чтобы ты дарил их своим подписчикам когда они дарят тебе red bull всего тебе хорошего и доброго андрей город нижний новгород андрей из нижнего новгорода огромнейшее спасибо первая ручка уже ушла так что то здесь у нас еще огромное огромное спасибо очень приятно я конечно ребятам мог заморочиться но я такой человек что ну как я так сделал вот вот ручки с именем моего канала моего канала кто я такой нет но здесь ребята сдековская бумажка с информацией с адресом с номерами телефонов и и показать не могу все огромное спасибо смотрим дальше подарки информация не попала никаким образом достаем еще один пакет целый это это пришло марине девочки которая занимается рекламой под каждым видео есть ссылка на сотрудничество от лохотронов и от различных мошеннических всяких штук от всего отказываемся ничего такого не рекламируем предлагают прям такие гонорары но всего отказываемся потому что это все лохотрон вот а какие-то там преролы что-то такое там и больше марина там сама рулит этим делом на почту к не приходит так смотрим дальше сейчас аккуратно ребята бумажку достану вижу я письмо вот такое в нем лежат деньги это мы отложим на потом потому что я хочу показать какие у меня есть деньги мне еще и шеф сам подарил одну и я у шашлычника купил одну кто-то символические там какую-то мелочь покупаю за мелочь то есть чтобы были как говорится вот такой ребята пакет в этом пакете у нас сейчас мы так вот уберем в этом пакете у нас целая куча редбула я даже ребята в холодильнике убирал потому что я хотел сначала вам показать то есть четыре огромных редбула блин а я перед рейсинг купил так больше ничего нет до 4 огромных редбула огромное спасибо сейчас мы посмотрим от кого это так чтобы также информацию посмотрю здесь в этом же пакете освежители ребята к освежитель вешается блин класс спасибо огромное здесь освежители ребята тоже какой-то такой интересный так здесь у нас еще один освежитель смотрите фирму по моему и здесь тоже самое нет нет это gold что такое и бумажка нет бумажки а как нет бумажки а шеф сказал мне мне напишешь и я скажу кому передать огромное спасибо бумажки нет пакет пустой сейчас я спрошу у шефа кому-то взять привет и покажу какие у меня есть деньги и что мне прислали здесь вот так у шефа пока занято как узнаю от кого редбул от кого освежители сообщу и передам привет огромный в общем вот что у меня из иностранной валюты это у нас евро я на таможне разменял это у нас белорусские рубли это я даже ребята не знаю что это тэн какой то что это помялось чуть-чуть доллары тенге где-то до тенге казахстан казахстан это гривны это монгольские какие-то и мошкову дмитрию огромное спасибо вот он в конверте прислал было три бумажки одна была большая андрей как можно век так можно конечно андрей короче тоже себе я не знаю что это за день я переворачивать конверт не буду там информация сейчас прочитаем что это за деньги сейчас я подробнее немножко так это у нас я даже не знаю что это что это такое 2000 чего-то здесь вот такая денежка интересная какая-то 5000 а как определить что это в общем огромное спасибо у меня добавляется это в коллекцию такую интересную мошкову дмитрию огромное огромное спасибо приятно выгружаемся и едем до места загрузки два часа семь минут показывает нужно успеть до пяти заехать чтобы загрузиться едем нижний тагил вот и российские наши перед самая огромная по моему да самая огромная ребята нет да даже здесь больше немножко самая большая получается ну тут длиннее настолько ладно ждем выгрузку ребята нас почти выгрузили перезвонил шеф огромное спасибо матвею из города гродно с беларуси за артбул развяжители огромное спасибо маленький парень приезжал в гости к андрею я был в рейсе и поим на загрузку успеем нет посмотрим я так понимаю заезд с одной стороны а выезд по тем воротам что ли все посмотрим где мне пропуск отдавать ребята я привел на загрузку успел прям минута в минуту в банках какая-то ягода тертая с сахаром типа варенье наверное такое что-то припарковался открыл ворота приподнял зад прицепа видимо рухли ребята будут катать трос пломбировочный продернут пломбу уже получил документы получил все отлично работают до 6 как швейцарские часы но есть одно но кто меня берет на работу я и вообще не знаю коля это своего рода наверно единичном плане такой дальнобойщик я захерачился в балашихе под несколько знаков мне получается все навигатор показывает я выбрал более-менее широкие дороги более-менее еду еду полоса идет узкая то есть легковые влазят в 2 платят влезают влазит влезают в общем мне надо налево так как это у меня уже крайний поворот стоит знак налево грузовым запрещено здесь стоят инспектора я еду по левому ряду думаю все если я поеду дальше это балашиха ребята это москва домката здесь совсем вот ну чуть-чуть вот такой вот кипиш машина лево-право и у этого количества москвичей есть такая функция педаль газа она не вот так она просто нажимается сколько машина едет столько едет я короче кучил поворотник сколько мог пролез дальше не влажу два ряда машин стоит ждем когда загорится стрелка налево и когда светофор прямо и у меня такой просвет тех кто налево просто это дальше не влажу инспектор сможет на меня я на него ну как бы у меня место загрузки здесь самый кратчайший путь как я на эту заезжал как называется на рублевское шоссе там я тоже получил люлей от инспектора вот я включил поворотник такой и на другу такую смотрю я вижу черкаши от колес от грузовых грузовые заходили я такой все ну типа я тут не первый раз все нормально он на меня смотрит такой поворотник повернул и такой смотрю вперед а там впереди движуха мне надо влево и вправо короче односторонка здесь односторонка здесь короче ребята это как ну как центр какого-то ну крупного города балашиха я повернул налево благо налево я то есть ну перекресток я налево вот так вот и встал свой ряд то есть получается все я уже здесь поставим меня направлять направо узкая дорога узкая дорога здесь стоит вольво какая-то легковая я такой хлоп хлоп его ну выкатываюсь думаю посмотрите меня чтобы показать ты подожди а я вот вот так вот и вот туда а ну так чего происходит спереди я думаю поедет ведь поедет короче ладно перестраховался светофор загорается зеленый ему не видно то ли он там в телефоне смс-ку писал я уже вот так вот выехал с этой стороны машины которые несутся мне же нужно в ряд под стрелку попасть они не должны понимать то что мне нужно на их полосу заехать я потихоньку потихоньку выпихиваясь выпихиваясь потом уже на газель или ford на на грузовой спасибо огромное ребятам который понял что мне надо зайти или я там соберу все пореблики все заборы он короче мне моргает я хлоп выехал и сюда вот повернул короче заехал заехался стоит манн игру мне как отсюда выехать он такой что случилось ягода собрал сколько-то знаков три или четыре ты чё блин тут все так ездят ехаю моё а короче мандраж у меня был такой очковенько так что делаем сейчас ребята выйдут мне грузить бумаги у меня уже на руках пломба у меня на руках теперь мы вбиваем какую-нибудь стоянку и посмотрим как нам выбраться с балашихи до трассы м7 напомним катнул бы его видно он за зданием то есть совсем рядом и доставка у нас груза на на тагил ребята четыре дня будем ехать расслаблено спокойно как хорошо когда она вроде чисто но ты все равно все это еще раз приберешь и напрямую классно все 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 я даже сегодня вот здесь вот все помыл то есть и проем увидеть тут можно вот так вот колбасой поводить по проему и есть здесь это как это лена летучая хлоп 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 чисто вот как это красота молодец калюня здесь вот здесь вот ребята кто на трассах работает здесь очень много пыли скапливается тоже все чистенько и красота ладно вбиваем адрес посмотрим еще у нас новость к ездил челябинск екатеринбург 7 точек выгрузки эта загрузка была в четверг и мне на загрузке сказали а мы год постоянно каждый четверг у нас отгрузка и у нас кто едет в петербург берут выходные так чтобы не попасть на четверг а потому что все видели как она у нас общая группа с ребятами все знают как и съездил этот рейс получилось у меня четверг пятница суббота когда дверь закрошу четверг пятница суббота воскресенье понедельник меня в челябинске три точки выгрузили на вторник осталось четвертая точка и в екб еще три плюс переездом 200 километров это получается четверг пятница суббота воскресенье понедельник вторник шесть дней шесть дней шесть дней и все таки думают нет нет только не меня только не меня как то там уже в группе на питер вообще опасно ехать но из этого рейса и у нас валера приехал с отдыха говорит я отдохну в понедельник выйду и все нормально уеду и мне не достанется челябинск екатеринбург а ты вот как раз там отдохнешь и попадешь под это я думаю да ладно я был принципе все точки знаю уже как куда заезжать там куда лучше сразу задом чтобы задом потом не сдавать вверх через в своей же полосе в первый магазин знаю что вправо не повернуть нужно поехать развернуться и заехать со встречки все как бы места уже знаешь куда стучаться куда отдавать бумаги где искать есть места ребята которых адрес указан вообще неверно ты звонишь по номеру телефона он говорит типа этот адрес не вбивай в бей там какая-то там 17 и он тебя тебя приведет некоторые телефоны трубки не брали но этот ролик у меня был вот этот ролик у меня болтливый я просто разговариваю и ничего вообще не показывал что весь день по навигатору ребята всю москву под скаду по 107 и по всем этим этим в одном месте кнопка на столбу на столбе на столбе которую я искал на дверях я там что-то тыкал нажимал оказывается при подъехал газелист и говорить вот она же кнопка там красная кнопка такая не знаю как на сирену на какую-то и мне открыли ворота уже выгрузили нюансов очень много но я думаю принципе я бы поехал почему нет такой график нормально бумаг правда целая пачка и вот в легкую короче в легкой блин это не переживай ему завтра на загрузке дадут лист с точками если у него у меня есть фотка моих точек которые были я ему сверю и в челябинске в екатеринбурге проставлю через навигатор точку поставлю точку именно где шлагбаум где кпп где допустим куда подъехать то есть куда подойти прямо оформиться потому что есть да в один завод я подъехал короче ворота закрыты я такой смотри не понял и вижу что они пыльные то есть ну их не открывали лет сто стою думаю не поняла как так идет дворник я говорю а как к вам вообще попасть туда могут объезжай вот там 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 я говорю а почему так как всегда видят вот все ему точки поставлю допустим цифра к 1 а груз выгрузка 1 и . геолокации выгрузка 2 . геолокации то есть я индексе приближаешь на место нажимаешь он пишет поделиться чик делишься и будет все хорошо все он справится и будет окей ждем загрузки смотрим как нам выехать с балашихи до семерки и смотрим какую дорожную сеть где мы будем отдыхать всем огромное спасибо кто еще на канале да сейчас стало сложнее опубликовывать ролики график такой не скажу что такой прям ну так такая работа пошла это не питер москва когда мы знали от одного места до другого в каких местах во сколько подойдет здесь больше да ты едешь время вот эти вот временные как они пояса когда у тебя отнимается время понимаешь тебе нужно ехать их техать но вот эти четыре дня у меня будут более менее свободным так что постараюсь вечерами чего-нибудь домонтировать и все ну и честно скажу снимать настроение как такового по убавилось все наверно понимают почему то есть пока как бы нет да не до этого всего тут как просто ничего не понимаешь вот и все вот всем огромное спасибо кто еще на канале кто остался кто смотрит хотя не знаю что тут смотреть огромнейшее вам спасибо этот канал создавался спонтанно из-за михаила я не думал что вообще так пойдет что мне нравилось просто снимать с севера первые ролики этот материал у меня был по моему полтора года в ноутбуке как-то снимал его ничего не опубликовал я даже не умею не умею не умею создавать не умел и не умею создавать каналы как-то регистрироваться это все огромное спасибо миши а так я с детства как-то любил наверно что-то больше что-то снимать наверно разговаривать болтливые с детства болтаю болтаю что-то могу сам с обедом поговорить а здесь пошел вот такой интерес у людей на почему мне мне стало так даже странно я думаю что что там во мне такого чем его вообще человека заинтересовался что он не выключил там не перелеснул не выключил ролик этот не с ребятами когда встречаешься сегодня с алексеем встречались ребята подошли со склада и они как бы смотрят я же блин вот так неловко короче никогда не просил подписываться на канал не умею делать этих штучек и не ставил которые там подписаться колокольчик всякие штуки отказываюсь от различных лохотронных всяких махинаций не изготавливал никогда никакой одежды под брендом каким-то с целью какой-то я не знаю все что связано с финансами если где-то наткнетесь это не да у меня нет ни наклеек никаких то ручек не ничего абсолютно нет вообще абсолютно ничего не подписчик ручки у меня что как-то неловко что там название какое-то вот что еще сказать но и огромное спасибо я и я не верю она для меня как будто вы как бы с ней думаешь такой узнают приятно смотрим короче ребята день вчера 801 километр прошел с загрузкой да и сегодня москва это очень тяжело в плане если весь день помотаться по москве по пробкам проехав сколько я сегодня проехал проехав там километраж это я поднял и отпустил подожди скинулась в общем проехала сегодня в районе 300 наверно километров это сложно по пробкам везде во-первых во внимание постоянно смотришь вправо чтобы никто там по обочине тебя не обогнал на зеркало чистое видно в него ну вот я вот так вот сижу то есть мне вот видно зеркало в эти зеркала смотришь сюда смотришь сюда смотришь плюс смотришь на светофор сколько там секунд осталось и груженый шел с дисками колесными плюс смотришь какие что там придем все творится огромное спасибо яндекс навигатору когда он вот тут ребята здесь ты бросаешь взгляд и видишь полосы если идет две полосы в москве это зачастую не так что там правая постоянно прямо левая только налево нет в москве может быть такое ты голову кидаешь так взгляд быстренько смотришь нарисовано левая прямо правая направо и ты все в левую заранее перестраиваешься ты смотришь светофор он снова показывает допустим одна пошла влево 2 вправо средняя только прямо а их всего две ты понимаешь что здесь идет отбойник будет расширяться то полоса остаешься в правом ряду вот и кто такие моменты очень сильно помогает особенно помогает яндекс навигатор когда идешь темноте во первых это автомобиль грузовой с полной загрузкой там 36 38 тонн общая масса допустим вести вот такие вот палеты стеклянные банки до либо трубу какую-нибудь впереди будет свечка потом будет по 2 ты видишь по навигатору какую тебя будет поворот темноте тебе света примеру не хватает посмотреть дальше что там дальше и ты видишь через навигатор ага будет плавный поворот налево ты уже подготавливаешься к этому мы кстати с юли по этому поводу разговаривали вот недавно или видишь плавный поворот направо для чего допустим идет тихоход вот на сегодня будем показывать на себя покажем идет тихоход мы идем за ним в темноте до выглядываем поворачиваем таки смотрим никого разметка как бы разрешает нам обогнать никого но мы с вами не на легковой мы не можем обошел там кого-нибудь какого-нибудь там ну хрен его знает кто медленно едет мы так не можем мы начинаем ага выходить на обгон начинаем выходить а дорога уходит плавненько вправо но мы этого не видим без навигатора начинаем говорить нам гон равняемся допустим с этой машиной и видим встречку которая уже идет по своей полосе и что нам делать резко оттормаживаться что-то предпринимать какую-то ситуацию на дороге на короче вот некомфортно а ты по навигатору видишь такой смысл а дорога пошла вправо не пока обгонять не буду хоть там допустим и вижу что вроде как никого нет когда видишь дорога пошла налево либо прямая прям идет посмотрел выходишь уже на угон также т-образные перекрестки либо угловые навигаторе видно издалека ты уже знаешь машина тяжелая потихоньку начинаешь сбавлять 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 чтобы только резко не нажать на допустим ехал 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 вот как у нас было в конце нижнего объездной нижнего тягач у нас ушел жалко там мужика ты уже видишь она у тебя будет там крутой поворот ты начинаешь сбавлять потихоньку сбавлять 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 да подъезжаешь видишь уже знаки но знаки эти в большинстве случаев сделаны для легковых с каким-то запасом там нажать на тормоза притормозить завернуть а если ты груженный под потолок чем-то качающимся как мы везли дом с этим домом который под потолок вот ну от крыши там сколько сантиметров было резко ты не повернешь и останавливаться нельзя как мы грузили трубу полевском со снегом то есть ее положили на ней все равно присутствовал снег сверху вторую пачку вроде бы все притянуто первых снег скользкий во вторых пошла присылать температура свеки расставил труба по-любому немного бы до прослабла и в этом плане резко тормозить нельзя то есть она все пойдет вперед и передний борт не спасет вот хера я поболтать да я смотрю как мне выехать балашихи слива клубника ребята общаемся в грубе такие с костей ягод все в нагинск ночевать я такой нагинск что-то знакомые приближаю такой от игру не на эту ли стоянку и он такой да на эту вот увиделись это спегаса у меня две под документы я не пользуюсь ими одну кости короче подарил подогнал но это спегаса и ручки ребята тоже он перед перед да передаст ребятам как кому хоть при это передать из твоих коля есть какой-то до более 86 город уланды и шурику тоже привет шурику коле 86 есть коле 86 какой-то я тело город уланды а почему 6 год рождения да 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 вот парень вам привет огромный и ты чукам привет и питеру и всем подписчикам да в общем вот увиделись мы с коллегой познакомились ты хоть не с канала пришел все ладно у меня у меня попроще в теперь так ну все тогда че у нас мы готовимся ребята отдыхать и завтра поедем короче я проехал нагинск и останется на стоянке потому что она одна дорожная сеть по монополии по всем огромное спасибо за просмотр пока пока